салют подписчикам канала от ума сём и случайным зрителям этого видео сегодня покажу вам как можно кастомизировать прокачать улучшить функционал вашего android смартфона путем специальных модулей этих модулей огромное количество с помощью них с телефоном можно сделать практически все что вашей душе угодно в этом видео покажу и расскажу о паре модулей которыми пользуюсь я возможно кому-то будет интересно приятного просмотра друзья хочу напомнить что на прошлой неделе в обзоре вот этих вот наушников я разыграл целых три пары вот этой модели наушников hyper по условиям конкурса зритель должен был оставить комментарий под видео сейчас мы с помощью генератора выберем случайные комментарии с того видео и посмотрим кто те самые три счастливчика которым достались эти наушники я уже вставил ссылку в сервис выбора случайных комментариев и генерируем смотрим на первого победителя артур танкушин как всегда зачетное видео наушники нужны сестре в подарок вторым победителем стал евгений потеряев у меня редмики и эти не помешают возьму дочки ну и третьим победителем становится евгений к у меня никогда не было беспроводных наушников хотелось бы заиметь но вот ребят три победителя есть двое из них используют будут использовать наушники в качестве подарка что очень приятно причем дочке и сестре но один человек попробует на себе удобство беспроводных наушников подписывайтесь на канал чтобы не пропустить другие конкурсы кстати видео об android приставки также до сих пор идет конкурс на пульт уже на этой неделе мы также узнаем победителя не пропустите итак друзья начнем с того что для установки модулей нам понадобится android смартфон root права на нем в меру кривые руки и приложение magisk так как огромный репозиторий модулей нам представляет именно magisk о том как открыть root права на смартфоне как установить magisk в рамках этого видео я заострять ваше внимание не будут так как эта тема требует отдельного видео если не ошибаюсь вроде бы на своем канале я показывал как установить magisk на xiaomi redmi note 5 но все же тема довольно серьезная на каждую модель смартфона процедура получения root прав своя поэтому если ваш смартфон без root доступа на вы хотите его открыть ищите инструкцию строго по вашему аппарату опять же хочу предупредить что вы можете превратить ваш смартфон в кирпич и если сделаете что-то неправильно ну а также при установке модулей из репозитория magisk нужно делать все осторожно лучше всего сделать перед этим backup так как телефон также может уйти в постоянную перезагрузку короче 10 раз подумайте нужно ли вам это или нет прежде чем заморачиваться вот мой смартфон xiaomi redmi note 5 с root правами и установленным magisk менеджером в начальном окне программы мы можем посмотреть актуальную версию и скачать обновление если потребуется вот как в данном случае но в верхнем левом углу есть три полоски при нажатии на который выскакивает пункты меню тут мы можем зайти как раз в репозиторий модулей он же общий каталог в разделе модули соответственно посмотреть те модули которые установлены на вашем смартфоне нам сюда и надо вот друзья все модули которыми я пользуюсь на данный момент и прямо отсюда я могу взять и удалить любой установленный модуль нажав на корзину а также нажав на плюсик внизу могу установить скачанный из интернета моду начнем по порядку на моем канале довольно много обзоров различных беспроводных наушников это и бюджетные и более дорогие устройства но их объединяет одно все они работают по протоколу bluetooth говоря простым языком передачу bluetooth работает таким образом файл в данном случае mp3 пакуется на блоки и передается этими блоками на bluetooth наушников а bluetooth наушники уже эти блоки распаковывают и проигрывают ну как то так каждый bluetooth наушники также работают с определенным кодеком у каждого кодека есть свой битрейт битрейт это количество бит используемых для передачи данных в секунду чем он выше тем качество лучше по сути в один запакованный блок умещается больше информации наверное как то так ребят но могу ошибаться говорю как профан любитель бюджетные наушники обычно используют кодек sbc битрейт которого не превышает 320 килобит в секунду а вот талоны для многих кодек aptx hd с которым обычно работают более дорогие наушники используют битрейт 576 килобит в секунду и вот с помощью вот этого модуля мы можем изменять битрейт бюджетного кодека sbc до битрейта кодека aptx hd в отдельном видео я рассказывал об этом более подробно то есть по сути мы можем улучшить качество звучания бюджетных наушников до уровня более дорогих устройств кстати на redmi note 8 pro из-за процессора mtk просто физически нет поддержки кодека aptx и aptx hd поэтому думаю модуль вот такой будет особо актуален и на этом устройстве далее ребят вашему вниманию хочу предложить немного подобный модуль но уже для интернета с помощью него мы можем обойти запрет на раздачу интернета с телефона на другие устройства к примеру на компьютер на телефоне у меня установлена sim карты mts с непубличным тарифом который нельзя купить в салоне сотовой связи это безлимитные звонки без роуминга внутри сети 600 минут на любых других операторов а также полностью безлимитный интернет без роуминга по россии и все это за 200 рублей в месяц вы можете подключить себе такой же или подобные тарифы разных операторов по ссылке в описании тариф хороший но безлимитным интернетом можно пользоваться только на смартфоне при раздаче интернета более 3 гигабайт взымается плата наверняка вы сталкивались с подобной проблемой как же оператор определяет что вы раздаете интернет дело в том что у каждого пакета данных передаваемого с вашего смартфона есть особый параметр называется он ттл телефоны обычно имеют ттл равный 64 ну а компьютеры ттл равный 128 так вот если мы раздаем интернет с телефона на компьютер оператор видит что ттл пакетов прыгает 64 127 64 127 ну и так далее таким образом он понимает что в интернет заходит не только со смартфона а идет раздача на другие устройства и присылает смс с уведомлением что раздача интернета стоит к примеру 100 рублей в сутки чтобы этого не происходило нам нужно сохранить значение ттл передаваемого соответственно компьютер или на другие устройства равное 64 это можно сделать с помощью специальных программ на компьютере или же через специальный модуль магиск который называется фикс ттл 64 что на мой взгляд намного удобнее так как можно раздавать интернет не только на компьютер но и на другие телефоны и не палиться перед оператором вот так вот ребят вы можете сэкономить ваши деньги к примеру на старом телефоне устанавливаем магиск с этим модулем и превращаем телефон в вайфай модем вот такая пара интересных модулей не забудьте перед установкой модули сделать backup устройство также модули могут на одном телефоне работать стабильно а на другом не работать вовсе или испортить телефон вообще также есть модули которые заточены именно под определенную модель телефона так что на другой телефон установить этот модуль вы сможете но опять же телефон может уйти в бесконечную загрузку друзья если найду еще интересные необычные модули для магиск обязательно запишу об этом видео модулей очень много так что наверняка найдется что-то интересное подписывайтесь чтобы не пропустить напишите в комментарии название еще каких-нибудь интересных модулей кто чем пользуется интересно будет посмотреть на сегодня все спасибо что досмотрели до конца это видео всем огромной удачи берегите себя и своих близких до скорых встреч до конца мы